В Жамбулской области на базе гвардейского гарнизона продолжается совместное казахстанско-индийское учение КАС-ИН-2023. Подразделения вооруженных сил Индии и Казахстана приступили к совместной практической работе и боевому слаживанию. Для отработки практических задач в рамках учения, принимающей стороной на полигоне Матабулак, развернуты учебные места. На каждом из них инструкторы из числа казахстанских военнослужащих. И обязательно присутствуют переводчики. Добиться полного понимания для выполнения единых действий. Вот главная задача организаторов учения. Зарубежные участники прибыли в Казахстан из индийского региона Догра. Они разговаривают на языке Синди. Так, кстати, и обозначили подразделения индийских военнослужащих Синди. Казахстанская рота получила название Намат. По плану совместного учения ряд задач подразделения должны отработать в горных условиях. Многообразный ландшафт полигона Матабулак позволяет создать различные площадки для тренировок. Одна из них проходит в горном ущелье. После детального инструктажа индийские военнослужащие вызвались преодолеть горную преграду. Они успешно выполнили задания, подбадриваемые снизу своими сослуживцами. Заместитель командующего войсками регионального командования Юг по боевой подготовке полковник Бауржан Куренкеев, осуществляющий общее руководство учением, и полковник Маниш Пант, возглавляющий индийский контингент, находятся непосредственно с личным составом сводного батальона. Они тоже на своем командирском уровне отрабатывают вопросы боевого слаживания и оперативной совместимости. Основными задачами данного антитеррористического учения является сотрудничество между двумя странами согласно мандата ООН. Это большая честь находиться на территории Вооруженных сил Республики Казахстан и перенять для себя опыт и научиться практическим навыкам в данных учениях. Самое главное – это закрепить дружеские отношения между нашими странами. Инструкторско-методические занятия продолжились и на равнинной местности. На начальных этапах учения индийская рота только наблюдает за процессом. Главными героями в показных занятиях выступают казахстанские военнослужащие. Они демонстрируют элементы антитеррористических операций. В следующей фазе учения сводному казахстанско-индийскому батальону предстоит самостоятельно провести практические действия и показать то самое боевое слаживание, ради достижения которого и проводится совместное учение. Дина Мухаринова, Максат Турсунбек, Владимир Мартыненко и Жумат Базаркул, Айкын Акпарат.